здравствуйте дорогие друзья меня зовут родионов михаил я тренер по спортивным бальным танцам с 2001 года тренер до танцоры еще с более раннего детства вот более 20 лет тренерского стажа и в связи с ситуацией в мире более года назад я начал вести онлайн деятельность у меня есть страничка в instagram родиону нижнее подчеркивание dance у меня есть канал на youtube dance mechanics и возможно если вы видите это видео вы скорее всего знакомы с моим творчеством и знаете кто я и что я вот сейчас я хотел бы провести презентацию моего на данный момент самого крутого курса который у меня есть это биомеханика латины это не первое издание этого курса это переиздание биомеханики латины которые я снимал более года назад и когда ее снимал я вкладывал не все свои знания но естественно растут возможности лучшая камера лучший звук продолжается моя тренерская деятельность за прошедший год используя накопленные знания в оффлайн тренировках да я уже более провел более девяти потоков дистанционной школы у меня есть свой проект родионов dance онлайн успешно развивающийся более 200 человек уже его так скажем на протяжении года попробовали и остаются так скажем благодарными за ну то есть оставляют свои отзывы благодарность и следует за проектом дальше это значит что проект жизнеспособен что он помогает людям помогает наладить их биомеханику то есть танцевать на самом деле лучше латиноамериканские танцы чувствовать свое тело лучше до работать с переносом веса тела форму лучшую показывать улучшать координацию движений скорость взаимодействия на паркете музыкальность и так далее вот ну и давайте перейдем наконец где механики как я уже сказал я уже снимал биомеханику и это второе издание но если взять как обычно переиздают книги да там что-то дописывают одну главу например да и но в целом книга остается примерно тем же самым то просто по времени продолжительности первая биомеханика у меня выходила на один час эфирного видео да там была только практика в общем то и в этой биомеханики в новой новом релизе тоже только практика но несравненное количество эфирного времени первая биомеханика это всего час и 2 то есть вот это новое про которую я сейчас и буду рассказывать это 6 часов эфирного времени разделенные на три части я немножко пересмотрел свое видение оставил первую часть как изначальной биомеханики латины о том что как бы первая часть я рассказываю показываю упражнение для того чтобы сформировать правильное ощущение веса на ногах правильное понимание выведение ноги сбора ноги шага удержание презентейшена работы звеньев тела работы с плоскостями понимание вообще плоскостей зачем что и как вот во второй части мы работаем разбираем тотально полностью body action я конечно подробно об этом всем еще расскажу как работают стопы как сделать эту работу еще лучше как работают коленные суставы с чем они связаны как они связаны со стопой с нижними более низко расположенными суставами как они связаны с тазобедренными суставами более высоко расположенными суставами как осуществляется взаимосвязь верхнего блока тела и нижнего блока тела что такое центр направления как раскачать наши бедра как развить амплитуду как научиться как делать изоляции какие изоляции приведут вас к тому чтобы танцевать лучше раскрепостят ваш вверх улучшит подвижность body action средней части да то есть работу бедер перемещение бедра так называемого свингового действия ротационных действий в бедрах как спокойным быть в верхнем блоке при сумасшедшей активности нижнего блока и наоборот то есть взаимосвязь ротация анти ротация вот об этом вторая часть то есть полностью body action тело если первая часть она о весе тела о понимании о формировании веса тела формирование латинского шага вообще то вторая часть о развитии вашего тела в танце да об изоляциях оба direction и третья часть это биохакинг биохакинг в моем понимании я конечно это все буду подробно рассказать объяснять в самих в самом курсе в самом видео доносить все простыми словами но очень так скажем сложные вещи говорить простыми словами пусть будет так вот для меня биохакинг это усложнение тех действий которым танцор продвинутый в первую очередь продвинутый танцор он уже может привыкнуть он может так скажем сформировать определенные паттерны движения определенные привычки двигаться так можно сказать как эти привычки раскачать как их улучшить как сделать свой танец еще лучше помимо только практики упражнений еще и даю креативные идеи для работы тренеров вот ну и поехали разбирать с первой части первая часть ее время то есть продолжение продолжительность первой части по часа 40 минут почти 2 39 естественно я буду разговаривать в начале с вами примерно 10 минут займет разговора кто я такой зачем вы смотрите это видео чем она вам поможет да еще раз видео адресовано тренером это не значит что его не поймет обычный пользователь да то есть в принципе видео предназначено конечному пользователю то есть танцору мужчине женщине подростку до юноше девушки естественный ребенок один не сможет разобраться в материале я буду давать конкретные методические рекомендации если вы например смотрите это видео и вы родители ребенка вы можете приобретать это видео потому что по конкретным рекомендациям по ошибкам то есть как делать не надо неправильно вы можете понимать но во первых у вас есть упражнение до правильный показ это упражнение объяснение всех нюансов это упражнение показ как не надо делать какие тотальные и главные и основные ошибки происходят потому что на моем опыте через меня прошло очень много танцоров разного уровня и разного возраста, и я могу говорить о том, что существуют определенные глобальные, да, то есть ошибки, которые совершают 90%, да, детей, например, вот, и вы можете, смотря это видео, это все понимая, спокойно контролировать какую-то домашнюю работу ребенка, какое-то развитие ребенка, да, дополнительно, к танцевальному, танцевальной деятельности конкретно в вашем клубе, вот, тем более, что я настолько уверен в своем материале, что если вы покажете его тренеру, тренер только скажет, ну, одобрит, вот, прям на 100% уверен, что не один, ну, скажем, адекватно, да, адекватный тренер, понимающий, разбирающийся и, самое главное, уверенный в своей, в своем авторитете, он не скажет, нет, не смотри это видео, не делай так, вот, и я там, допустим, этот человек говорит чушь, такого не будет, я в этом более чем уверен, вот. Конечно же, максимальную пользу принесет это видео именно тренерам, именно тренерам, потому что я буду рассказывать с позиции тренера и видение, как бы я тренировал, как я вообще, в принципе, как я и тренировал учеников, да. Начнем с того, что, почему это видео появилось, почему появилась первая биомеханика, потому что я очень много анализировал и очень много применял различных приемов, средств, методов для того, чтобы научить людей танцевать. Естественно, у меня были разные ученики, были ученики талантливые, которые, их было меньшинство, но они были, которые брали с меня, как с примера, показ и могли делать. Но глобально больше у меня было учеников, которым надо было тотально разжевывать, разбирать на мельчайшие нюансы и детали каждое движение, отрабатывать его сегментами, то есть по отдельности какой-то другой пазл, как на пазлы, разбирать каждое движение, отрабатывать, собирать их, смотреть, эффективны ли эти, да, соединения этих упражнений. И вот поэтому я решил, что мне стоит поделиться эффективной методикой, то есть методикой, куда входят только те упражнения, которые на большинстве учеников приносят ощутимый, видимый, достаточно быстрый результат. Я не говорю, что здесь будут какие-то невероятные магические вещи, но каждое упражнение, которое я показываю, оно будет иметь стопроцентный положительный эффект. Что касается картинки, вы видите, будьте внимательны к вашим подопечным, вы, если будете внимательны, вы увидите какие-то механические движения. Со звуком и с видео, в сравнении с первой биомеханикой, это несравненно выше качество. Если вы приобретали первую биомеханику, даже не задумываясь, если она вам понравилась, даже не задумываясь, приобретайте и эту. Потому что, во-первых, материал здесь переработанный настолько, что вы будете смотреть это как новое методическое пособие. То есть вы не будете говорить, а об этом уже Михаил рассказывал, вот это я точно знаю, это я точно знаю, а вот этот момент он точно добавил сюда. Нет, ребят, я записывал, записывая биомеханику, релиз, я понимал, что я хочу сделать такой курс, такое видео, которое будет не просто повторяться, дублироваться, или это будет новая картинка, или другими словами те же упражнения пояснены. Нет, я хотел записать такое видео, чтобы, с одной стороны, не повторяться, хотя там, безусловно, будут моменты, которые важны, а не ключевые. Я не могу их выкинуть и дополнить их просто ради того, чтобы не повторяться каким-то мусором. Ключевые моменты останутся 100%. Но, наверное, 70 или 80% будет нового для вас материала, если вы смотрели на первую биомеханику. Если не смотрели, то для вас будет не только все новое, а все будет офигенно полезным и эффективным. Бонусом и плюсом, нет, не бонусом, а скорее плюсом этого методического материала является то, что я его раскладывал, так как я долгое время анализировал, как мне это снять, я его раскладывал поэтапно. То есть, это как своеобразная книга, изложенная в видеоварианте. Вот, книга ступенчатого развития. Что вы делаете на первой, в первом шаге, что вы делаете во втором шаге, что вы делаете в третьем шаге и так далее. Вот. С этой позиции я пытался дать этот материал. Я думаю, у меня получилось. Я буду собирать отзывы, естественно, по этой биомеханике. Я уверен, что и ее тоже можно будет улучшить и дополнить, и, возможно, даже перезаписать. Но на данный момент я не горю этим желанием, потому что больше полутора месяцев я записывал этот материал и прописывал его в первую очередь. Каждую минуту этого видео, оно было заложено и поставлено таким образом. То есть, ни одна минута не случайно. Каждое последующее упражнение предваряет предыдущее. Логически мы движемся от одного, от формирования одного двигательного навыка к следующему двигателю науку. Уж так устроен мой мозг, так я думаю, так я преподношу информацию. Почему мне очень понравилось преподавать онлайн и вести и развивать свой онлайн-проект? Потому что я смог систематизировать знания. Я понимаю, что люди, которые приходят ко мне за знаниями, они придут ко мне в первый раз, во второй раз, в третий раз. Это не будут разные люди на каждом занятии. И мне не нужно их не развлекать, не нужно придумывать новые темы. Мне нужно их развивать последовательно, систематически, ступенчато. Давать им результат от месяца к месяцу. И в каком-то ключе именно так я разбирал и прописывал вот эту биомеханику. То есть, когда я думал об упражнениях, я думал, как тренеру с нуля, да, прокачать, ну, то есть начать поставить танцору вес его тела. То есть, полное ощущение веса тела, где он должен быть, как работает его стопа, что такое активный баланс, пассивный. То есть, как бы небаланс или уход в небаланс, да, в неактивную позицию. Вот. Что происходит с центром веса тела, что происходит с верхним блоком. Почему там кого-то нужно поставить к стеночке, чтобы дать ощутить вот эту вертикальную ось и линию. А как работать вообще с плоскостями, куда тянуться. То есть, столько моментов и нюансов в моей голове. И я пытался разложить это все на составляющие. Причем не в хаотичном порядке, а именно в системности. Я не математик по образованию. Но именно подход к действию, латинскому действию, неважно, какому-то еще действию, у меня систематически. Я понимаю, что если взять базовое, ключевое, самое важное, да, и потом дополнить это самое важное тем необходимым моментом, который будет его улучшать, улучшать взаимодействие, улучшать, координировать, да, координированность и координировать, дополнять, доводить до ума, до блеска это действие. Вот, с этой точки зрения как бы прописывалась первая часть. Ну и повторюсь, первая часть, она больше про вес тела, про шаг, как шагать, как чувствовать вес, вес на ноге, да, вес между ног 50-50, частичный вес. Не просто как их, что это такое, как их отличать, а как их наработать, как в ребенке, как во взрослом человеке. То есть примеры будут, как это сделать с ребенком, как это сделать со взрослым человеком. К тренеру попадаются совершенно разные индивидуи, об этом я буду тоже говорить. У кого-то длинные конечности, да, то есть у кого-то рычаги тела очень длинные, у кого-то наоборот короткие, разные телосложения, соответственно, разный подход к работе, разные нацеленность, что мы развиваем. Естественно, это не самых первых азов, понятное дело, что у нас пойдет первая там музыкальность, ритмичность, да, потом у нас пойдет какие-то базовые понимания веса, это очень важно сформировать. Вот, если мы правильно сформируем ощущение веса центра тела и перемещение веса тела в пространство, то есть каким образом себя ловить, как себя чувствовать, на ногах уверенно балансовый развивать, то дальше-то уже дело пойдет гораздо быстрее. Поэтому первая часть это база, по факту. Без этой базы, как многие ко мне приезжают с разных уголков нашей необъятной родины, да, есть люди ближние за границей приезжают, детей привозят, и говорят, что вот нам тренер не давал такую базу, которую вы даете. Вот вся база, которую я в себе, скажем, культивировал, да, насобирал с разных известных педагогов, я намеренно никого не перечисляю, чтобы, во-первых, никого не запамятовать, не обидеть, во-вторых, в конце концов, в данном случае я выступаю и лектором, и конечным автором этой методики. Ну, да, это моя методика, можно так сказать. Хотя по факту ничего возможного для вас Америку открывать я и не буду, и даже открытую об этом буду говорить, что, ребят, вот сейчас я не открываю вам Америку, но вы должны точно понимать и четко представлять себе, что если вы не сделаете вот это, вот это следующий вариант или следующая ступенька, у вас не получится. То есть в большей степени здесь идет анализ, систематическое мышление, опыт большой, опыт работы, опыт на разных людях, и опыт, в первую очередь, ошибок, естественно. Вот. Если вы будете владеть арсеналом, ну, как бы, я сам для себя, допустим, вот я представляю, что я бы смотрел это видео, да, вот, будучи молодым тренером, молодым специалистом, то думающим, что очень важно, да, конечно же, думающим, анализирующим, понимающим, что все имеет свои закономерности, все имеет свои взаимосвязи, и самое главное, что не весь тот результат, который мы видим на паркете, на паркете, да, он достигается только тупо повторением за тренером. Ноу, нет. И очень скоро буквально любой педагог, он понимает, две главные вещи понимает любой педагог, да. Первое. Как бы вы сами не умели круто танцевать, показывать, ощущать внутри все ваши баунсы, ребаунсы, вот эти все стрейчинги и прочее, вы нифига не можете передать это каждому ребенку. Один из ста, если повезет, возьмет это в таком виде от вас, как вы это чувствуете и как вы это показываете. Но 99 не поймут, не смогут, не скопируют, и к ним нужен будет свой подход, к ним нужно будет подбирать свои ключики. Каждый ребенок, каждый ученик ваш, неважно, если это не ребенок, взрослый, это индивид с конкретными индивидуальными ключиками. Вот. И максимально эффективные и большинству подходящие ключи я даю в этом видео. Это первый момент. А второй момент, который вы должны понимать, что, то есть, к которому приходит каждый педагог, что для того, чтобы понять правильно и неправильно вы подобрали упражнение, например, или какие-то принципы, методики, да, в своей работе должно пройти время. Может быть год, может быть два, может быть три. Вот. И здесь я тоже вам помогу. Помогу тем, что я уже прошел большой путь, тернистый путь. Пропустил через себя очень много ученьков, очень много тех, кто совсем бросил танцы. И это не секрет, что многие бросают и успешные танцоры, и неуспешные. И много тех, кто ушли дальше. Ушли дальше к другим педагогам в более сильные политические клубы и так далее. Вот. И поэтому я просто сэкономлю вам несколько лет практики, говоря, что вот это вот делать не надо. А если вы сделаете вот это и дополните вот этими упражнениями свои тренировки, это будет хорошо. Огромный плюс, я считаю, ну, потому что я над этим много думал, много корпел. Огромный плюс пиомеханики, то, что я даю не просто показываю вам упражнения, а я вам даю методику работы конкретно в каждом упражнении. Как работать? Сколько раз это упражнение надо делать? Когда его надо делать, а когда его делать не надо? Даже если оно действительно может принести пользу, но на носу у вас турнир, или у вас период, да, активного сезона, ну, как бы активной борьбы, сезон в разгаре. Вот. Поэтому здесь будет очень много вот таких вот полезных моментов. вы видите, да, так как я постоянно листаю видео, что я непрерывно стою у станка и объясняю. Станок, безусловно, это мой фаворит с точки зрения работы с плоскостью. Чем быстрее вы научите своего ученика работать с плоскостями, их много, я об них буду говорить очень много, показывать вам наглядно, практично, где, что, как, вот, тем лучше для них и для вас. Тем быстрее вы перейдёте к более сложным вещам, к более интересным вещам для вас, как для педагога. А ваш подопечный, тем быстрее получит ощутимый результат, как в виде красивого танца, красивой картинки, хорошего результата на турнирах, да, в выступлениях, или там на показательных выступлениях, если он танцует. Так, и это заложит в нём уверенность в себе, и он, ну, скажем, будет себя чувствовать классно, это здорово, вот. Ну и повторюсь, тем быстрее будет его прогресс, да, соответственно, вы сможете перейти с ним к каким-то более интересным вещам, какой-то хореографии, поддержкам, более высокий класс заработаете, что будет для вас, как для руководителей, весом, так скажем, как для судьи, это будет весом для вас, да, позволит вам повысить категорию и так далее. То есть, ну, вы эти моменты, в принципе, и сами понимаете, знаете, я просто перечисляю очевидное. В общем-то, вот так вот у нас тихонечко, полномерненько подходит к концу первая часть, когда мы говорим с вами о весе тела, о презентейшене, о переносе веса тела, и разбираем досконально все моменты, которые могут быть, являться подводными камнями на пути к становлению уверенного, классного, эффективного, активного баланса. Это очень важно для ведения, да, то есть, если у нас, если мы говорим о паре, то это просто залог успешности ведения. И наоборот, некоторые пары бьются, бьются с ведением, у них ничего не получается, а корень проблемы не в их центре, в общем, да, не в их импульсах от тела, а в том, что они, в общем-то, где-то в базе что-то упустили. Есть такой момент, на самом деле. У детей есть такое, знаете, когда дети пропускают период ползания, да, рано, ну, то есть, не ползают и сразу начинают ходить, и потом этот человек в определенной степени ограничен в спортивных достижениях, у него часто происходят там какие-то травмы, врачи говорят об ограничениях, проблемах с тазобедренными суставами, ну, вообще суставами в теле, вот. Вот, и потом, сейчас уже очень много новых исследований, так скажем, которые подтверждают теорию о том, что человек все-таки должен проходить все этапы, да, становления его паттернов движения, то есть, его правильного биомеханического поведения, двигательного поведения, вот. Вот, и если с этой точки зрения посмотреть, то, ну, и, конечно же, чтобы прогрессировать, то есть, когда это... К чему ведут эти исследования? К тому, что, чтобы человеку там прогрессировать, если он спортсмен, да, лучше плавать, или лучше прыгать, или лучше бегать, вот, он возвращается каким-то... к реализации каких-то вот этих вот базовых паттернов, реализует их, и тогда, соответственно, у него случается такой скачковый прогресс. Вот здесь то же самое, то есть, это такой пример, который мне сейчас пришел спонтанно в голову, я хотел бы... ну, хотел его озвучить. Вот, здесь то же самое, почему, допустим, у меня дистанционно очень много появилось, ну, можно так сказать, поклонников, да, моей методики, потому что люди увидели пробелы, ну, точнее, занимаясь вот этими... делая упражнения, естественно, даю упражнения определенные, да, нарабатывая какую-то базу в базовых движениях, не просто танцуя basic, а вкладывая понимание, как должен, как двигается тело, как вообще работает баунс, да, в каких зонах, что от чего зависит, там, как стопа зависит от колена и бедра, как тазобедренный сустав, соответственно, с коленом зависит от стопы, например, да, как это все работает в пояснице. Такие вот нюансы, мелочи, но когда ты их раскладываешь людям, и они понимают, что у них здесь был пробел, хотя они наверняка умеют гораздо больше, чем, ну, то есть, арсенал движений у этих людей, это как слова, да, то есть они знают много слов, также люди, которые ко мне приходят, они знают много движений, много фигур, вот, но при этом, как и слова можно говорить, то есть сама речь, она может быть развитой, артикуляция, да, так называемая, так и с танцевальной фигурой. Танцевальные фигуры могут исполняться с точки зрения естественности, гармоничности, амплитудности в теле, согласия с биомеханикой или нет, или это должно, или это просто заученное действие, скопированное, без понимания, как оно происходит и без учета индивидуальных особенностей человека, для чего и нужны многие упражнения, чтобы откалибровать технику и подстроить ее под индивидуальные особенности тела, вот, и за счет этого люди получают результат и становятся поклонниками, пишут мне благодарность, и я понимаю, почему это происходит, это происходит потому, что у человека наконец-то восполняются проблемы, проблемы, пробелы в его базовых паттернах за счет улучшения вот этой вот биомеханики, в первую очередь понимания, и во вторую очередь практики. Вся вторая часть посвящена практике боди-экшена, без предисловия, мы только вот начали тут более двух с половиной часов, ну, два с половиной часа времени, и вот мы сразу же начинаем досконально разбирать самого нижнего блока, самых стоп, потом колени, потом бедра, потом грудной отдел, шейный отдел, то есть все абсолютно разбирается, и все разбирается с учетом практики. Упражнение для стопы, упражнение для, ну, скажем так, включения активного баланса, объяснение, правильно-неправильно, какая должна быть длина, почему именно правая нога должна быть у станка, а не левая нога, на что это влияет, то есть опять же, делаем таким образом, раскладываю, рассказываю таким образом, чтобы у вас не возникло ни сомнения в том, как правильно сделать, и у вас было четкое и ясное представление о том, как будет совершиться, как это действие совершится ошибочно. Вот. Я долго над этим корпел, вот, и вроде как получилось на самом деле неплохо. действительно из всех, из всего большого многообразия моих уроков, это самый крутой, сжатый во времени, 6 часов, представляете, я говорю, что он сжатый во времени, курс для тренеров, действительно сжатый во времени, то есть бери альбом, как я, соответственно, набрал тетрадь, ее там исписывал, прописывая каждое упражнение, также вы можете брать, прописывать, я даже буду говорить об этом в самой биомеханике, о том, что вот это вот подчеркните, вот это запишите, вот это важно, к вот этому вы еще вернетесь, ну, потому что я знаю, потому что я работал, потому что я сам тренер, и я вам говорю, как практик, как это работает, и как это может работать лучше. Упражнений будут много, они будут, скажем так, нестандартными, да, я уверен, более чем, что многие упражнения, которые вы здесь увидите, вы просто нигде не встречали. Дело в том, что большую часть моей тренерской практики у меня не было Инстаграма, а когда у меня появился Инстаграм, я не сразу, и даже сейчас на самом деле, то есть получается уже в шестнадцатом году, по-моему, первый раз я, или в шестнадцатом, да, в шестнадцатом году первый пост я сделал, то есть в Инстаграм я попал достаточно поздно, вот, но старание, там, первый год, допустим, Инстаграма, он был, ну, такой хаотичный, да, то есть что-то выкладывал, но это было как просто фотографии, еще что-то, то есть не было такой, скажем, вкладывания в Инстаграм полезной информации о том, как я веду занятия, это пошло позже, и тогда же пошел рост моего аккаунта, там с восемнадцатого года, в основном, то есть шестнадцатый, семнадцатый, так себе, а вот посты восемнадцатого, девятнадцатого года, они уже прям начали, то есть аудитория, люди начали подписываться, потому что увидели очевидную пользу, ну, потому что я начал вести Инстаграм таким образом, так я к чему говорю, что до сих пор, на данный момент, я не встречаю, ну, или встречаю очень редко, подобного типа страницы, где ведется досконально работа с механикой, биомеханикой, с какой-то методикой танцевального, бального танца, вот, естественно, все равно, все, все прогрессирует, все развивается, скачок, развитие, пандемия, дала, то есть, 2020 год дал, очень много танцевальных курсов вышло, честно признаюсь, ни один не смотрел, хотя меня, мне говорили, Михаил, вы хотите там обменять, ну, как бы, ваш курс там на чей-то курс, ну, окей, мне было это не очень интересно, и до сих пор мне не очень интересно, просто, возможно, я и не прав, но, я очень долго работал на своих ошибках, безусловно, я работал в среде, в среде тренерской, со мной работали замечательные, выдающиеся, и просто, крутые педагоги, я работал именно в такой среде, наблюдал, может быть, благодаря тому, что я родился в маленьком северном городишке, где, в общем-то, танцы бы и не развиты, но меня как-то они увлекли с детства, точнее, уже в подростковом возрасте, а в детстве меня мама их, на них отдала, вот, может быть, поэтому то, что я из глубинки, и мне хотелось, как бы, брать информацию, и вот это способствовало тому, что когда я перебрался в Москву, когда у меня появилась возможность посещать неограниченное количество различных мастер-классов, индивидуальных уроков, конечно, ограниченное с точки зрения средств материальных, но тем не менее, вот, я начал впитывать информацию, как губка, и это со мной осталось впитывать, продолжая работать, будучи тренером, уже не танцуя, в 2014 году мы закончили с партнершей, с моей женой, с супругой, закончили танцевальную карьеру, и с тех пор я только тренером работал, но я все равно продолжал учиться, волей, неволей, да, то есть когда-то меня отправляли от моего клуба, и я этому очень благодарен, собственно говоря, я всегда любое обучение воспринимаю на ура, вот, но просто работая, как работают другие педагоги, я смотрел, анализировал, брал для себя что-то, применял, разбирался, анализировал, и вот сейчас вы имеете возможность взять квинтэссенцию, то есть выжатый, выжимку, да, всех самых полезных моментов, которые существовали в моей практике, которыми я пользуюсь до сих пор, и, естественно, я постоянно ищу способы улучшения, как можно сделать то или иное действие еще эффективнее. Я не становлюсь моложе, это тоже один из факторов, который сподвиг меня записывать биомеханику, вот, и это уже, наверное, та мысль, которая меня огложит лет 6 минимум, да, то есть вот мне сейчас 36 лет, 37-й год, и я понимаю, что я не становлюсь моложе, вот, но танцевать, причем, как возникла эта мысль? Эта мысль возникла как-то на сборах, когда я уже не был выступающим танцором, я был просто тренером, наверное, уже два года, как не не ступала моя туфля на паркет соревновательный, и, соответственно, я задумался о том, что а не плохо ли я выгляжу, а не плохо ли я показываю, ведь я не тренируюсь, ведь у меня нет ежедневных четырех часов практики, да, там мы обычно три-четыре часа, ну, каждый день проводили в зале, это были наши, конкретно нашей с супругой, ну, тогда еще просто девушкой любимой, вот, практики, тренировки, уроки и так далее, вот, и я задумался об этом, и начал как бы подбирать для себя какие-то комплексы упражнений, да, я сейчас не буду рекламировать, у меня также есть какие-то физические, да, направленности, то есть курсы каких-то физических направленностей, там, соединил йогу с гимнастикой, еще что-то, не буду об этом говорить, потому что это тоже имеет место быть, ну, то есть, я не могу это совсем вычеркнуть, это имеет место быть, то есть, я понимаю, что без физической практики мое тело все равно не сможет показывать, презентовать, красиво движение, но другая сторона медали этой мысли, то, что я начал искать, и это, наверное, как-то даже подсознательно получилось, искать моменты, как я могу улучшить танец, сейчас вникните, поймите мысль правильно, улучшить танец, но при этом не тренируясь много, не проводя много часов в зале, да, то есть, улучшить танец не за счет большой многочасовой практики, а за счет лучшего взаимодействия в теле его же звеньев, и это тоже глобально повлияло на то, почему вы видите, почему я предлагаю вам приобрести этот курс, собственно говоря, в личную пользу, я думаю, я уже наговорил очень много, а вы хотя бы что-то увидели и поняли для себя, вторая часть, помимо уже перечисленного боди-экшена и тотального разбора, как работает ваше тело, она также посвящена еще и часть ее, посвящена рукам, да, здесь отдельно остановлюсь, потому что это важно, вот, я работал с хореографами, то есть, опять же, советовался, консультировался, у меня дети танцевали и занимались у хореографов, я наблюдал, анализировал, думал, у меня есть своя методика, как ставить руки, как развивать руки, вот, я этим, собственно говоря, тоже поделюсь с хореографической точки зрения, с биомеханической точки зрения или биохакинговой точки зрения в смысле того, как развить лучшую сенсорику, лучшее владение руками, лучше их чувствовать, да, вот, и с точки зрения, как это хорошо, естественно, правильно, по-латински, должно быть организовано в теле, чисто, скажем так, какими-то понятными, разделенными, движениями, что ли, да, то есть, это не, уже не биохакинг, это уже скорее такая, чисто латинская механика, да, как красиво вывести руку, как красиво провести руку, почему так, а почему не так, почему вот именно с этой стороны, а не с этой стороны, почему плечо вылазит, в общем, кто в теме, тот поймет, кто не в теме, я вам так скажу, что это отличная будет база понимания и выстраивания, то есть, методическая методика, я тоже дам, база работы с руками полностью от нуля до продвинутого. И третья часть, это биохакинг, биохакинг, это работа с предметами в первую очередь, это довольно такая сложная, щепетильная, глубокая, продвинутая, можно так сказать, тема биохакинга, поэтому здесь я буду разговаривать больше, чем в других видео, в других видео вы заметили, что там все на упражнениях, здесь тоже все на упражнениях, конкретных пример, то есть, конкретные примеры, естественно, не просто голословные я буду говорить, везде упражнения, но все равно пояснений здесь больше, почему пояснений больше, потому что здесь может быть много нюансов, не соблюдая, которые вы просто не достигнете нужного эффекта, вот, а если вы не достигнете нужного эффекта, значит, нужного эффекта не достиг я, когда создавал это видео, а так как я вам уже сказал, что это, на мой взгляд, лучшее мое произведение, я вложил в него не только свою душу и знания, но я еще и вложил максимум нехарактерного мне систематического такого подхода к построению, логичному выстраиванию материала, вот, в определенную последовательность, поэтому я более чем уверен, что вы получите стопроцентно гарантированный результат и очень понятную эффективную методику работы с вашими подопечными, вот, огромное вам спасибо за внимание, долго разговаривал, хотел как-то поделиться и с одной стороны так, по-простому с вами, по-человечески пообщаться, вот, и рассказать о своем продукте, потому что я считаю, что он очень полезный, считаю, что он очень ценный, имеет большую ценность, и самое главное, я старался сделать его, ну, вот, насколько мог, качественный, ну, а дальше оценивать вам, спасибо за внимание, пока-пока.